всем привет черногория будва у нас тут это на веранде опускаются стенки убирается потолок поэтому вот эту стену опустили вот сегодня едем мы добывать золото а кстати вот у меня за пуши глаза у меня образовалась аллергия на цветение так как я в основном в тропических странах то цветет все всегда я принимаю стандартные таблетки если из вас кто-то знает супер офигенские таблетки чтобы серьезно долго это эта тема прошла посоветуйте пожалуйста в комментариях или ватсап напишите так вот сегодня едем добывать золото в танзании значит танзания мне сказали сначала я не поверил начал проверять значит танзания самый крупный в мире добытчик и поставщик золота на мировой рынок в данный момент вот нам часто рассказывают что русским расскажут что в россии самые богатые залежи казахом что в казахстане но я почитал по статистике получается что да да действительно это танзания в данный момент но возможно я не прав и смотрите значит это совершенно не моя тема я не химик я не металлург я ничего в этом не понимаю я рассказываю вам то что рассказали мне часть я там по понял неправильно потому что был двойной перевод ни в коем случае не претендую на какое-то авторитетное мнение по этому поводу поэтому если кто-то из вас разбирается хорошо наверняка кто-то хорошо разбирается в танзании даже есть и в других странах африки есть русские владельцы месторождение добычи золота вот если вы смотрите я знаю что некоторые из вас смотрят пожалуйста сильно не катекуйте я от этого совершенно далек вообще совсем я хотел поехать с детства вот как начал читать шклярского это такой польский писатель он про приключения про всякие добычи золота масса и бушмены австралии тузенцы вот он очень увлекательно писал если у вас дети в возрасте там 6-15 лет рекомендую купить все его произведение срочно навязать им чтение в обязательном порядке потому что молодец он его книги правильно воспитывать детей я естественно хотел поехать на добычу где добывают прям самородки вот что-то пакетные да там копнул лопаткой разок и хоба добыл сразу вот кусок золота но к сожалению на территории танзании такого нету ну просто нету вообще то есть таких месторождений везде это золотой песок так называемый или пыль в породе вообще да нет не так все увлекательно интересно но с другой стороны посмотреть как это происходит я думаю и узнать до что мало кто знает тоже конечно же интересно тем более там потрогать своими руками или через мое видео потрогать своими руками моими руками да я думаю что всем будет интересно и полезно вот в тот момент когда я был на этой добыче в одной из соседних стран нашли целую гору которая вот именно как я мечтал то есть копнешь а там пол лопаты у тебя грязи пол лопаты у тебя золотых самородков прям крупных но там естественно сразу начался криминал войска полиция массовые там какие-то я видео мне скидывали тысячи людей с лопатами куда-то бегут что-то вопят тут же едут экскаваторы вот плюс у меня были другие планы плюс я понял что я могу там попасть под какие-то местные разборки потому что когда такие вещи находят стране там сразу криминальные очень крупные движения начинается я туда не поехал я надеюсь в будущем путешествую в поисках камней я наткнусь и на добычу где копают ими самородки и мы с вами взять накопнем и не раз то есть копать мне нравится про золото то же самое пишет много мне про инвестиции что вот выгодно сейчас складывать золото она выросла в цене вот настолько то настолько то ничего к сожалению не знаю об этом я как владелец производства и ни одного да то есть напоминаю у нас производства в таиланде и производства в россии мы постоянно закупаем золото серебро я вижу что цены то растут то падают растут то падают скорее всего но это опять же моя версия да как с бриллиантами есть таблица рапопорта проходят регулярно торги и бриллианты стоят допустим 10 рублей по таблице рапопорта то есть это их официальная стоимость но в то же время их можно купить по 4 рубля и бери не хочу очень много да я думаю что золотом примерно такая ситуация потому что по неким данным по статистике золото вроде как два раза вырос в цене за последние там пару лет официально но неофициально мы вроде его покупаем за два года сна я бы не сказал что сильно вообще изменилась то есть скорее всего тоже есть рыночная цена и реальная цена вот в таиланде я знаю что мы покупаем тайское золото для наших колец потому что там добывают на границе лаосом но там тоже из пыли моют и обязательно доеду туда на добычу там добыча вся частная лицензии никаких не нужно как во многих странах покупай землю или сена твоя уже куплено бери копай да вот мы такое любим посмотреть и самим покопайте когда таиланд откроют есть версия что в этом году не откроют его вот когда откроют я поеду обязательно золото покопаем так что хочется отметить во первых напоминаю дорога до добычи до это я проехал с востока на запад вдоль северной границы с кений всю танзанию везде было все крайне прилично и когда я приехал на добычу золото я про бриллианты тоже рассказывал что по если судить по сми по таким блогерам которые опираются на всякие жесть ужас до срочно всем смотреть какой кошмар и на фильмы если операция то добыча золота должна была как выглядеть сидят полевые командиры с автоматами калашников тут рядом значит какие-то на проститутки модельной внешности тут же у них батарея алкоголя нюхаются постоянно наркотики и рабы копают значит раз пять минут они отстреливают какой-нибудь раба там прям на добычу сразу чтоб остальных напугать тут же новых рабов соседних деревень подгоняют но вот на самом деле выглядело все вот на сто процентов безопасно на сто процентов сейчас вы сами посмотрите самый обычный шахтерский городок они везде принципа всеми по всем миру совершенно одинаково выглядят и я не увидел там ни одного полицейского ни одного военного то есть это нам о чем говорит о том что криминалитета какого-то там нет его полное отсутствие спрашивал местных они сказали все то же самое покупает землю открываешь официальную компанию и добывание хочу сколько угодно да это добыча были было мелкая я говорил говорю там дальше сколько там людей работает все остальное есть добычи которые по масштабам превышает вот ту где мы сейчас будем в десятки раз в десятки то есть там работают десятки тысяч людей мне очень понравилась позиция правительства во первых налоговая смотрите как понять нот там коле иванов на своем участке добывает золото да вот приходят спрашивают а сколько ты коля прошлом году добыл он говорит а я добыл 10 килограмм вот как-то проверить правительство танзании решила не проверять кто сколько добыл они делают намного проще каждый вторник рано утром там что-то не сказали они в 6-7 утра приезжает специальная инспекция и они просто пересчитывают все мешки с породой которая находится в данный момент вот сегодня во вторник на месте добычи то есть просто приезжает там несколько десятков человек проходит этот весь городок он не такой большой в принципе и пересчитывают все мешки все фото и снимают на видео и забирают себе 7.6 процентов и сами у них есть свое уже обрабатывающее производство от правительства да они уже там все обрабатывают и все золото забирают в пользу государства вот эти 7.6 процентов то есть там из 1000 мешков получается да они забирают 76 я считаю очень грамотно очень правильно никому не нужно мухлевать там что-то прятать перепрятывать я думаю что наши люди придумали бы какую-то схему ну типа вывозить там допустим смотрите в понедельник вечером брать там 80 процентов мешков грузить на грузовики куда-то вывозить а во вторник как только эти уехали по рации сообщаешь там завозите обратно все завозить обратно но знаю африканский менталитет от как сложновато тенька на что-то мутить плюс опять же там сток народу работает что кто-то очень быстро сольет инфо значит налоговая полиция об этом не узнают посадят кого-нибудь ну как бы зачем это нужно если так можно вот по-честному работать дальше по поводу организации труда вот все люди которые там трудятся они не получают зарплату от владельца добычи он у них покупает золото очень прикольно то есть там получается что дядя коля купил эту всю землю да и приходит там человек говорит здрасте у меня бригада нас там 100 человек мы хотим забить здесь значит этот вот этот выкопать яму взрывать ее у нас своя взрывчатка своя свое электричество свои дизельные там генераторы топлива все свое но он будем просто выдавать как бы продукт а вы нам например давайте там каждый десятый мешок на получается так вот тоже очень прикольная схема там у них на вот на каждой вот этой шахте есть представитель ну скажем так контролер от владельца который сидит целый день пересчитывают ну и на самом деле если ты в теме ты прекрасно знаешь сколько есть у них 100 человек сколько не мешков добывают день и ну если они да будут вместо 100 мешков день допустим 200 и 100 заберут себе ну пусть забирают ты прекрасно понимаешь что это невозможно в принципе но они могут там не знаете все ночь будет фигачить могут добыть там немного больше да то есть примерно то объем понимаешь плюс контролер сидит весь день все пересчитывает читает фиксирует все золото он складывает к себе видео вы увидите там пластика в бутылке он его скапливает и ну в принципе тут как бы схема довольно прозрачная еще один момент то есть смотрите еще раз государство смогло уничтожить криминалитет который был а он был там до судя по рассказам он там был который вот процветал на почве золотодобычи это очень классно я считаю что молодцы справились потому что многие страны с этим не смогли исправиться вот они смогли молодцы еще один момент там очень много ручного труда используется я спросил почему вы не хотите ввести там экскаваторы какие-то автоматически эти вот все дробилки сушилки и вот эту всякую хрень сказали что президент лично высказался на эту тему он как и умер вот который умерший сейчас там президент ша сейчас там тетя да президент в платочке мусульманка президент лично высказался на эту тему однажды что окей на час у вас работает там 10 тысяч человек мы сможем вам разрешить закупить оборудование эскаваторы там и все такое вопрос куда вы денете 9000 человек которых придется из-за этих экскаваторов уволить и он предложил предложил то есть он вел во первых высокие налоги на ввоз это все техники оборудования и он предложил владельцам добычи не спешить чтобы люди не потеряли свои рабочие места потому что мы танзанийцы мы должны заботиться рабочих местах для других бедных танзанийцев танзанийцев да где они будут работать на что они будут жить если вы сейчас везете технику но вот надо отдать должное то есть тоже молодец ну как бы я считаю да постепенно он сказал что давайте разработаем программу и мы постепенно будем вводить модернизацию потому что то количество золота которые они там добывают и те доходы которые имеют эти семьи которые владеют этой землей позволяет купить эту всю технику но вот президент предложил не спешить вот тоже такой понятно что коррупция там есть правительство тоже ворует я думаю что и у президента тоже там значит не все чисто да но смотрите хотя бы какая-то забота о людях наблюдается так давайте сейчас смотрим там будет одно место где именно сам процесс вот этого ручного труда я вам продиктую расскажу как это все проходит физически да вот там по видео если ты вот не был там на месте или ты не знаком с процессом обработки не совсем понятно как это все выглядит там то в одном месте что-то моют потом там в другом месте что происходит я вам постараюсь очень упрощенно своими словами рассказать всю схему вот этой работы всем привет едем мы на добычу золото и тут тут попали на местную каменоломню тут естественно все сразу бежали но что меня заинтересовало я увидел вот это вот и собственно поэтому остановились смотрите значит это скала насколько понимает и гранит но мне кажется что да это гранит вот и они тут жгут совсем небольшой костерок я спросил зачем сказали что вот он так тлеет тлеет и от разницы температур скала лопнет от нее отвалится кусок а я свое время я такой никогда не видел на никогда в жизни вот первый раз я вижу и все надо мной за этого здесь смеются что такого никогда не видел ну типа лошара вот но я вспомнил что я когда-то смотрел по дискавери передачу где ганнибал со слонами шли через альпы там были узкие проходы где-то до кое-где но чтобы на рим напасть они шли ему нужно было слонов провести он там тоже горит костерок дым идет вот и он с помощью огня уничтожил скалы я вот все не понимал как это и кстати по дискавери там вот они показали пальцем сказали вот здесь мы вот жгли жгли она вот так вот лопнуло и сказали что есть еще здесь жить что можно вот этот вот разделить на две части на три части на четыре части там по дискавери значит рассказывали что он жег костер и регулярно поливал уксусом для резкого охлаждения и вот тогда типа скалы развалились но ведь получается что уксус не нужен и они сказали я спросил сколько надо жечь они сказали что вот там он вон там вот где мы начали досмотреть она лопнет сегодня разожгли они этот костерок тоже сегодня то есть вот они говорят мы утром зажгли сейчас она прогреется хорошо и лопнет кусок отвалится то есть получается что на канале дискавери не совсем правильно они теорию вывели говорят что никакого ну то есть они пишут если водички плеснуть быстрее будет но можно без водички она и так нормально разваливается и мне сказали что вот эту всю скалу смотрите вот она большая но тут высотой где-то на метров пять примерно так что этот всю скалу можно с помощью таких маленьких костерков развалить за два-три дня не спеша если а если их много развести допустим сразу три в трех местах да вот например вот тут вот вот там и тут и с другой стороны можно ее развалить буквально вообще там за сутки вот он пошел дровейших подкинуть вот такой интересный момент я думаю что многие из вас тоже об этом не знали да не совсем про золото но мне вот такое вот очень интересно то есть ганнибал правда мог развалить скалы и а я еще думал а зачем у него в походе в военном было столько уксуса что он там целые скалы заливал вот получается что уксус принципе не нужен и сейчас очень жарко я спросил чаши типа жара скалы теплые неужели разницы такой температурах достаточно сказали что да достаточно а если это в альпах где холодно она разваливается конечно много быстрее ведь пожалуйста вот вам первобытные технологии всем привет приехали на золотую добычу ну то есть добыча золота да здесь идет вот я попросил привезти меня на маленькую меня привезли на самую маленькую ну тоже когда маленькая там 56 чек работает как мы алмазы копали например там всегда все так понятно душевно доступно да вот мы приехали на самую маленькую здесь работает примерно 1700 человек остальные все крупнее есть сейчас пошли получать разрешение у типа как директора добычи да а вот с нами идет сын владельца в белом который пошли получать разрешение у директора и он там какую-то толкнул длинную речь значит и говорит к ней дин мой водитель говорит типа россия он такой и опять дальше толкает речь опять на меня пока стоит канада мой водитель опять говорит россия он говорит да да россия и опять толкает речь опять и меня показывает там через минуты три и говорит канада все пожали всем руки все порадовались разошлись вышли ну то есть нам разрешили смотреть я водителю говорю о чем говорил то что там про канаду было ну как мы ему сказали сразу что ты русский и он это говорит вот к нам приехал сюда впервые в жизни иностранец канадец ну там ребятам рассказывал другим руководителям водителю поправит он русский он говорит а да да русский русский приехал и дальше говорит там траля ля 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 лодкает петя коля допустим и володя видите он надо быть объясните ему все пожалуйста подробно чтоб канадец знал как у нас тут что происходит вот и вот он когда третий раз уже сказал канадец опять водитель его поправки то он русским ведь да какая разница они все на одно лицо что русские что канадцы но примерно у нас также например с кенийцами танзанийцами такая хрень то есть в этом плане мы не одиноки мы ходим по шахтерскому городку и тут и ведет такую штуку значит вход платный внутри стоят скамейки и люди сидят что-то смотрят как вы думаете что они смотрят за деньги много людей сейчас посмотрим да все верно это шахтерский кинотеатр где показывают только футбол каждый день и они смотрят его потому что у них нет телевизоров здесь шахтерском городке и палатках огонь и так вот и дети видел кинотеатр только по футболу и все больше ничего мы тут немного запутались значит здесь добывают золото серебро причем в одном месте я раньше не знал что такое бывает золото серебро вместе вот мне сказали что тут же добывают некое вещество которое называется уранга и мы долго не могли перевести я уж испугался думал может а уран оказывается что перед золото дураков они называют уранга на своем языке причем они говорят не на суахили вот в белой рубашке это сын владельца то есть по сути наследник вот это у нас шаг номер один то есть здесь 20 метров глубиной значит шахта извините я не полезу тушь я там уже ничего для себя нового не не увижу там взрывают мешки но вернее взрывают руду породу до люди там сидят набирают мешок привязывают ребята мешок вытягивают вот эти мешки значит таких вот мест как вот это да здесь именно здесь 54 и каждый мешок дает 10 грамм но мне сказали что по расчетам в день они добывают 2 килограмма чистого золота то есть совсем чистого государство берет 7.6 процентов налогов причем владелец говорит что это прям что это прям до хрена очень много яга ребята вы знаете что с вами было бы если вы в россии у себя на огороде вот однажды нашли бы золото государство забрало бы все никто бы вам не давал 90 получается сколько три процента дать у них остается ну 92 . там сколько вот такой момент первый этап посмотрели идем дальше сейчас тут тоже самое только поглубже намного шахта поэтому они используют электро лебедку ну или лебедку с электроприводом и тут все для нас все знакомы ничего непонятного нету обычные палатки вон деревянный каркас пластиком обтягивают принципе не так жарко здесь днем сегодня очень жаркий день вот идем дальше смотрим так еще здесь есть медь вот если видите красноватые чуть-чуть есть да это медная жила но они медь не забирают они просто выбрасывают тут она здесь на отвалах дороге обсыпают ну как бы я считаю немножко неправильно но говорят что сейчас у них нету цели медь еще перерабатывать что это совсем другие деньги они забирают только серебро и золото вот смотрите я бросаю вот медной рудой делает вот такие вот дорожки отсыпают в шахтерском городке раздолбайство по-другому не назвать у нас трудности перевода дело в том что здесь все говорят на языке сукума это племя которое тоже входит в группу племен банту но языки совершенно разные мой водитель ничего не понимает поэтому ему приходится переспрашивать значит посчитали позвонили папке папка позвонил главному инженеру вот оказалось в среднем 3 килограмма в день 3 килограмма в день добывается вот у нас вот такой палаточный городок значит сразу предвижу ужасы в комментариях что господи как люди живут кошмар нет они тут не живут у них есть домики дом они здесь в командировке и это вообще рабочее место ночуют они в другом месте сейчас пойдем заглянем тоже где шахтеры живут вот тут живут рабочие ну например кто был в азии в том же таиланде уже давно привыкли что рабочие поселение поселки выглядят именно так здесь главное что чтобы на тебя дождь не попадал и все все остальное вообще не важно написано калий мила гэс хаус но это конечно шахтерский юмор вот то есть сейчас жарко но сейчас в домиках то никого нету вот они все на работе тут пусто совсем вечером прохладно и как временное жилье на заработки вполне годится это душевые зубы чистить в общем если кто-то из вас был в археологической экспедиции в геологической экспедиции я думаю что вам эта вся картина довольно сильно знакома я по крайней мере был и тут в принципе все узнаваем и ничего не шокирует а вот мы подошли это самая главная часть добычи катать на бильярдах шары ни одна добыча мире серьезного масштаба без этого не обходится вообще никак залог успеха вот в этом месте все очень сильно гремит перохочет там прямо везде вокруг все гремело я пытался найти какое-то место чтобы на месте рассказать но везде очень громкий фон поэтому звук не получилось записать поэтому смотрите просто картинку послушайте мою версию упрощенную и в чем-то неграмотную производства да значит взрывают породу поднимают ее потом вот эти тетеньки прям этими толкушами какими-то ступками толкнут все это размечают потом все это опускают в барабаны где с помощью внутри там подшипники железные перекатываются все дробится вообще совсем максимальную пыль вот и эту пыль потом по сути сушат да вот там расстеленные в каком-то моменте расстелено на пластике вся эта пыль растерянные и сушат и после этого толку верни месяц как тесто до получается месяц специальных значит железных корзинки тарелки как-то назвать специальные правом промывочные такие воронки и с помощью ртуки собирают все золото полностью вот из этой пыли из всего этого объема на ртуть она все собирается собирает вот такой окатыш он будет да значит таким образом собирают небольшой процент золото из породы небольшой после этого всю эту пыль мы проехали буквально грузит на грузовики в мешках опять мы проехали буквально ну может быть метров 600 700 и там отдельно такое уже вторичное производство то есть огромные чаны сейчас я буду все это показывать там с помощью химикатов большую часть подавляющую часть золота из породы собирают и она вся седает древесном угле этот древесный уголь опять мешках везут обратно вот то место там опять на пластиковых вот этих не знаю циновках все раскладывают это все сохнет и процесс весь повторяется второй раз да вот то есть опять все это месяц как тесто в воде промывают с помощью ртути долго все это толкут толкут месяц 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 и таким образом забирают большую часть породы уже при именно вторичной обработки вот какие химикаты там используют я думаю что это не всем интересно это уже такие детали которые не влияют на сам процесс самообразование которым мы тут занимаемся мне например здесь честно это не очень интересно кому совсем интересно чтобы я тут не занудствовал для всех и не рассказывал то чего не знаю вы можете загуглить наверняка в интернете есть в открытом доступе вся эта полностью информация а то есть что нам нужно знать это основное основные элементы первое взрывают поднимают второе с помощью ртути собирает первичную часть небольшую а вот потом уже по сути производства до химическая вот отделяют фильтруют помощью угля и повторно с помощью ртути темы самым методом вручную опять все собирают вот то есть это пример процесс двух словах вам от человека у которого нет официального образования уж извините и в это в где в в в в в в Так что это голод? Да. И как они сделают это отдельно? Продолжение следует... Продолжение следует... А можно увидеть все? Вот у нас последний этап. Это с помощью ртути, собранной вот в такой окатыш. Золотая пыль или золотой песок. Вот, с помощью ртути собрали и дальше уже отправляют эти окатыши на отливку. Он такой тяжеленький, золото по весу ничем не спутать, оно тяжелее свинца. Так, мне сказали, что с помощью ртути можно забрать только 25 процентов золота из породы, а остальные 75 процентов забирают по-другому. Здесь он проводит какие-то тесты. Они недостаточно владеют английским, чтобы объяснить какие. ги. Вот. Я почитаю, попробую разобраться. ги. Они проверяют сколько процентов в продукте. ги. 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 Фэнэ. Ги. Санэди. Ги. леди аммонием и санаде не не знаю что такое значит сюда опускают породу вот много таких чанов и здесь таких несколько мест и туда высыпают вот этот вот белую штуку в мешках там содержится асанаде аммонием and асанаде аммонием и какой-то костик костик но это не я я там точно не содержусь вот фуфоте и тело фори это на 48 часов только оставляют окей сейчас идем смотреть дальше чего значит через 48 часов они там у них внизу краники внизу они сливают закачивают шлангом сюда а если говорить о том что у нас цена футболы сфу фуфу вот воняет сфотой какой-то сильный вот воняет знаю что вот какой-то кнопка замуж это горизонта тихонта эта камера как при этом Говорит, что золото попадает, то есть краник снизу, поэтому золото снизу попадает сюда в жидком виде. Я не знаю, это правильно он объясняет или правильно ли он понял. Карбон, да, уголь. Здесь фильтруется углем. Карбон, как фильтр. Да, да, окей, это я понял, слава богу. Проблема в том, что вот этот парень, сын хозяина, говорит не на суахили, а на другом языке. Это суахили не его родной язык, поэтому у нас сложности. Плюс я не силен в процессе. Это карбон, а это карбон. Три раза проходит через угольные ванночки, фильтрацию. Хорошо, и когда? Вы можете получить этот, вот здесь. Угу. 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 Золото седает здесь, а всякая хрень сливается вот туда. Угу. Угу, и это тоже есть. Угу. 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 вот и уже тогда в пробирки капают санки варимать выясняют насколько там много золота вот у них тут типа гаражная лаборатория все теперь понятно но более-менее я сразу хочу сказать что я не химик в этом процессе ничего не понимаю мне кажется вот этому парню очень нравится это делать капать с умным видом пипеткой в пробирке смотрите он прям вообще счастливый я думаю что он тут не только капает золото проверяет делает еще что-то другое в плане всяких опытов препаратов синтезе если вы конечно понимаете о чем я все если дает черный цвет и в бэк каверс соу хэф галтин и вот они не пейдет аут но и унитет кун чайки ты туда тканете кайя паянина дабы за и дихо лико и как поздно сфальки а оси усилия сейчас мой долин там весь он все это чем более густой черный тем больше золота весь я правильно поняла клиентов там вот что-то он желтенькой виднеется но не факт что это золото так и объяснили так что этот уголь весь собирают и отвозят туда обратно где мы были вот и там терм тем же самым способом с помощью ртути из угля получают опять золото 75 процентов от общего количества то есть большую часть подавляющую он идет тетя в розовом а и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вот ну или при дневном свете конечно оценить там красоту природы если она вообще есть потому что то что я видел но мы ехали ехали там много фиордов да то есть очень так так сильно порезанная побережье и мы даже на пароме где-то наверное в течение часа мы один фиорд проплывали на автопароме заехали туда на машине и поплыли ну там в основном пейзаж был такой все берега были с это в живые то есть обжитые живые какой-то прям великолепной прекрасной природы я к сожалению видеть не успел а утром очень рано мы поехали в аэропорт и я вылетел вот поэтому туда обязательно вернусь еще раз а может быть и не раз вот кстати там на берегу довольно крупный город забыл как он называется к сожалению там живет несколько миллионов людей и спросил чем занимать сказали сельское хозяйство рыбалка нет интересно сколько штамм рыбы до сих пор при том что вроде как там сточные воды экологическая катастрофа но сколько должно быть рыбы чтобы обеспечить работу и кормить такой большой город он же не один там на озере на это озеро выходы у нескольких стран насколько понимая так google map смотрю да там крупные населенные пункты присутствуют большом количестве но возможно не все так плохо как пишут может быть это как-то политикой бизнес общем хотелось бы изучить и еще один момент такой вы мне писали не один раз что константин спасибо большое за видео я вот хочу с тобой посоветоваться что ты думаешь по этому поводу я поеду в оружие накуплю там камней и поеду их там где-то неважно в сша в канаде в берлине в москве перепродам я отвечал всегда что смотрите ребят в танзании с этим очень строго нужно открывать офис нужно регистрировать компанию собственно я все это сделал варуша да я уже говорил не раз должен быть у тебя юридический адрес должно быть все оформлен нужно платить обязательно налоги с каждой сделки если у тебя нету вот этого этих документов о том что я открою компанию у нее есть адрес и ты платишь налоги то покупка каких-то минералов на рынке где-то на добыче по сути является уголовным преступлением на что мне умники говорили не один раз что слушать да я один раз приеду куплю там допустим там килограмм каких-то кристаллов там камней что-то такого и по-тихому быстро уеду меня никто не запомнит особо на меня внимание не обратит но вот вам пожалуйста ребят такая история тот кто думает что она так все можно да так сделать я час был на этом пароме я там был единственным белым естественно да как и варуши на рынке на этом и прошло сколько ну месяц примерно прошел я поехал значит уже по центральной танзании тоже получается с востока на запад всю страну проехал это добыча шпинели мохенги уже выложено здесь на канале то есть получается я местами поменял золото вот сейчас выкладываем а мохенги раньше было выложено и значит мы едем едем и уже мы километров там 250 проехали это целый день мы ехали потому что там узкие дороги я говорил как и здесь вот в черногории очень медленно все едут везде ограничения скорости мы остановились на какой-то заправке там при заправке кафе сидим обедаем никаких белых никаких туристов вокруг нету подходит ко мне местные товарищ черный такой здоровый мужик и говорит что-то какое-то у тебя лицо подозрительно знакомая ты случайно не был в таком-то месяце такого-то числа на озере виктория на автомобильном пароме из такого-то города в такой-то город я удивился но я принципе в таиланде уже привык к этому что тайцы говорят а я помню вы были здесь пять лет назад вы заказывали там допустим ванильный смузи там да еще что-то я говорю был он будет кстати ты был одет в эту же футболку в которой ты одет сейчас и ты там сидел у тебя было два телефона две массайских дубинки и меч и зеленый такой рюкзак я говорю а как-то запомнил он говорит ну вот я тоже был на этом пароме месяц назад ездил там что-то погасить у родственников я тебя там видел это вот вам ребята по поводу того что я быстренько прикуплю и незаметно исчезну ведь с нашей рожей белой мзунговской не получается так делать и запомните то есть это очень опасно когда в стране запрещены подобные какие-то покупки продажи например в таиланде можно то есть любой иностранец может приехать накупить вывезти но опять же с возом у вас будут проблем например в россию без документов без лицензии без компаний это выводить нельзя в сша тоже нельзя его многие другие страны нельзя поэтому вам нужно изучать законы и той страны откуда вы ввозьте той страны которые куда вы ввозите да но таланде можно так приехать накупить и уехать при условии что у вас с возом проблем не будет вы это продумали заранее а в танзании так нельзя могут реально посадить и такие случаи были за то время пока я там находился я вам об этом рассказывал поэтому к сожалению вот такие мечты они не так все легко воплотимы в жизнь то есть на то чтобы открыть компанию нужные деньги и время конечно нужно найти адрес где тебя согласятся зарегистрировать нужно получить вот эти все документы разрешение нужно все оформлять и за все платить налоги вот то есть в танзании опять же в этом плане порядок так про золото не имея больше ничего сказать потому что ничего в этом не понимаю к сожалению а может быть оно мне не нужно но обязательно поеду туда где можно копать самородки самородок накопать очень хочется вот всем привет не болейте берегите семью приезжайте в гости в черногорию